Эксперимент продолжается, друзья. Промежуточные показания с нашей секундомеры уже сняты. Вообще, Ильюх, это невыносимо. Давай всё-таки, пока эксперимент продолжается, а мы обратимся-таки к картине дня. Ну хорошо, давай. Хорошо. Итак, господа, для начала новостной триптих о неудавшихся и повторных попытках. Роскосмос назвал, наконец, причиной аварии Фобос-Грунт и объявил о намерении повторить миссию. Роковым стало воздействие космического излучения, а не ошибки программистов, как сообщали СМИ накануне. Слава богу, не происки кого-то с обратной, с тёмной стороны Земли. Была бы и такая версия. Что ж, ждём второй дубль. Переговоры белорусских оппозиционеров, пытающихся согласовать позиции по предстоящим парламентским выборам, были сорваны. Были сорваны. Скажи, чем? А, встреча представителей оппозиции, проходившая на кухне движение «За свободу», завершилась тем, что один из участников ударил другого ногой. Совместная пресс-конференция, соответственно, не состоялась, но тут наверняка будет ещё не одна попытка договориться. И, наконец, попечительский совет футбольного клуба «Рубин» из Казани не принял отставку главного тренера команды Курбана Бердыева в связи с разногласиями по вопросам трансферной политики с президентом «Рубина» Дмитрием Самаренкиным. Все, не могу, друзья. Извините, сколько там? Две минуты пятьдесят шесть секунд. Это рекорд. Это рекорд. Я не договорил, но бог с ним. Давай, давай. Друзья, вчера в программе мы обсуждали планы реконструкции Москвы и перспективы реконструкции перестройки объектов, которые подпадают под культурное наследие. Хорошо тебе. Да. Культурное... Сейчас я вот поспокойнее буду. Культурное наследие, в том числе, речь зашла и о реконструкции детского мира. Да. Вообще классно. Молодец, честно. Горзуйся. Не, ну две пятьдесят шесть. Да, детского мира. И только наша программа вышла в эфир, как мне сначала на пейджер, а потом уже на телефон пришло сообщение от организации «Архнадзор». У него есть пейджер. У него есть телефон. Ни хори на себе. Сколько он зарабатывает. Извините, да, у меня уже есть пейджер. Так вот, «Архнадзор», и у которой возникли вопросы. Например, что в гостях у нас был Александр Владимирович Кибовский, руководитель департамента культурного наследия Москвы. И, собственно, вопросы появились у «Архнадзора» и к нам. Да нет, у «Архнадзора» появились ответы, как бы, вместо тех ответов, которые давал Кибовский. Комментарии, вот так вот. И к нам, и, собственно, к Кибовскому. Тогда мы приглашаем. Да, не могли отказать себе в удовольствии услышать, вам в удовольствии посмотреть. Поэтому, да, у нас сегодня в гостях свайдер Наталья Владимировна, координатор общественного движения «Архнадзор». У нас все равно много было тем. Тут важно пояснить, что все это движение, известное и очень уважаемое нами, именно возбудило часть программы, касавшаяся именно реконструкции детского мира. Прошу вас, Наташа, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. 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 Присаживайтесь. Итак, может быть, взглянем на кусочек, собственно, к которому возникли вопросы. Мы подумали, может быть, мы покажем, правда, маленький фрагмент всерашней программы, чтобы и у вас было зацепиться дословно, и у зрителей посмотреть, о чем вам, собственно, речь. Итак, Александр Владимирович Кибовский в гостях программы «Профилактика». Детский мир. Вот, фрагмент детского мира. Культурное наследие. Объект культурного наследия, конечно, памятник в тяжелейшем состоянии здания. Мы очень вели такие сложные переговоры с инвестором, и главное, считаю, что мы в итоге в ноябре прошлого года добились принципиального изменения, потому что там изначально по проекту там такой планировался такой каплевидный атриум, при котором, собственно говоря, вообще вся тектоника этого здания внутренне, она вообще практически ликвидировалась. Значит, в итоге наших переговоров инвестор пошел навстречу всем пожеланиям специалистов. В итоге было договорено, что атриум будет прямоугольный, как он был, собственно говоря, изначально, прямоугольной формы. И с этим потребовалась полная переработка, как вы понимаете, проекта самого этого здания, учитывая, что, ну, представляете, какой был совершенно концептуальный характер изменения. МОЗ «Проект-2» сейчас этот проект перерабатывает. И, само собой, когда уже проект будет готов, вот мы будем обсуждать уже сам проект, когда уже он будет в том варианте, когда его можно будет обсуждать, хотя бы на уровне концепта. Ну, то есть наши дети уже будут дедушками с бабушкой, когда детский мир откроется? Нет, там достаточно жесткие сроки ставятся инвесторам с точки зрения, понимаете, мы не можем так долго ждать. Здание находится в тяжелом положении, в физическом тяжелом положении. Сейчас там ведутся работы, связанные с укреплением этого здания. Хорошо, до Олимпиады или после? Ну, будем так. Нет, а я даже еще, еще более либерально, до чемпионата мира по футболу. А, ну, общей федеральными датами. Нет, даже до чемпионата мира это все должно быть сделано. Поймите, этого мы не можем тут дальше вот это продолжать ждать, потому что просто здание требует срочного... Не выдержит. Спасибо. Спасибо. Я попросил, чтобы показали Наташу, просто у нее на лице был написан, воплощенный, вот это в театральных преподавательных институтах, воплощенный скепсис. Ну, в общем, да. Потому что, что ни слово, то своеобразная интерпретация происходящего. Вы по порядку, по пунктам. Ну, начну не с самого первого пункта, но с немаловажного. Значит, сейчас ведется разрушение здания, разборка его внутренних конструкций. Кто называет это реконструкцией? К этому вопросу мы вернемся. Только что мы услышали из уст Александра Владимировича, что проекта нет. Нет проекта, а здание уже разбирается, разрушается. Проектом занимается Моспроект-2, то есть он еще не готов. Да. Его нет, конечно же. Ну, что касается того, как изменится внутренняя начинка этого здания, это тоже... В общем, рассуждения Александра Владимировича меня немножко удивили, потому что он нам рассказал, как сложно было, оказывается, изменить полукруглый атриум и заменить его прямоугольным. Каплевидный. Каплевидный. Он имел в виду овальный, но куплевидных атриумов не бывает. Он имел в виду... Были варианты внутреннего решения этого здания с круглым атриумом или с овальным. Так вот, боюсь, что мне придется вам рассказать, что ничего в этом проекте принципиально не поменялось. Предполагалось, что из этого здания полностью совершенно вычищается вся его внутренняя начинка, вплоть до минус второго уровня. Выламывается все. Вместо этого встраивается все абсолютно новое. И в этом абсолютно новом делается либо овальный, либо круглый, либо прямоугольный атриум. Разницы никакой. У меня только один вопрос. А что в этом плохого? А знаете, какая разница... То есть, остается же вот это прекрасное здание, которое мы видели, оно же остается на радость москвичам и гостям столицы. Так? Прекрасное здание, хочу обратить ваше внимание, это не только оболочка. Здание, это вообще-то, говорят, вся совокупность того, что в нем есть, включая его интерьеры и его планировку, внутренние конструкции. Ну, Детский мир – это дворец торговли. Что является, вот прям по закону, четко признанным объектом культурного наследия? Вот. А это самая забавная история, значит, связанная с Детским миром. Дело в том, что Детский мир – это один из проектов серии «Воинторг» гостиницы «Москва. Детский мир». Все эти проекты строятся по одному и тому шаблону. Частный инвестор приобретает права на огромное здание коммерческое в центре Москвы, объявляет его аварийным, сносит его с большим трудом, потому что он на самом деле не аварийный, строит на его месте новодел с гораздо большим количеством коммерческих площадей и выдает это за подлинное историческое здание. Мы можем, кстати, посмотреть, вот как было раньше. Нет, подождите, по закону. Смотрите, так вот. Стены и, собственно, значение здания. Так вот, Детский мир – это памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального значения. У каждого памятника архитектуры есть такая вещь под названием предмет охраны. Это список, где написано, что в этом здании ценного, почему этот памятник – памятник. Так вот, когда Детский мир ставили на охрану, а был это еще при Юрии Михайловичу Лужкову и при тогдашних владельцах компаний, которые сейчас производят эти работы. Что это за компания? Тогда это была компания «ФК-система», а сейчас это компания «Галс Девелопмент», которая была дочкой «ФК-системы», теперь перешла под контроль банка ВТБ, государственного банка. Так что вот сейчас это у нас банк ВТБ, и в залоге у банка находится это здание, потому что компания «Галс Девелопмент» практически банкрот, она в долгу, как в шелку, находится. Так вот, в то время, когда еще был Лужков и была «ФК-система», и только зарождался этот проект, был прописан совершенно изумительный предмет охраны для детского мира. В детском мире изначально специалисты хотели поставить на охрану интерьеры, их роскошную отделку и планировку. В итоге решением правительства Москвы прописан предмет охраны. Габариты, надстраивать здание нельзя. Архитектурное решение фасадов, композиционное решение, без материала фасадов. И историческая функция торговли детскими товарами. Сейчас, извините, пожалуйста, давайте ненадолго прервемся и вернемся к нашей беседе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы беседуем с Натальей Самовер, координатором общественного движения «Архнадзор». И, вы знаете, беседа рискует стать очень длинной, потому что, во-первых, то, что вы рассказываете, очень интересно, непонятное дело. Вот. И, во-вторых, такое количество, то есть количество всякого рода нюансов, почти такое же, как количество элементов декора в старом добром детском мире. Ну, в общем, если очень коротко, предмет охраны позволяет построить абсолютный наводил, у которого будут такие же окна, и сказать, что это годный для детским миром. Самое главное, чтобы он был детским миром. Ну, чтобы он был детским миром с теми же самыми стенами. Давайте упростим. Нет, ну, нет. Материал стен не охраняется. Требуется сохранять композицию. То есть, там должна быть площадь. Нет, если должно быть... Три окна? Три окна. Да, именно так. Было три окна, и не будет три окна, и говорит. Да, оно должно повторять. Это не должны быть те же стены. Они должны полностью воспроизводить вот эти стены. Это храм Польца Спасителя, явно... Новодел. 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 Абсолютный новодел. Он не будет стоить ничего. И при этом у него будет статус памятника архитектуры, потому что на вопрос, а где предмет охраны, а вот же... Стены трогать не собираются, насколько мы сейчас знаем. Компания «Жалс Девелопмент» заявляет, что она не собирается трогать стены. Ведомство Александра Владимировича выдало ей разрешение на демонтаж внутренних конструкций здания при условии предварительного укрепления наружных стен. Демонтаж внутри ведется, укрепление наружных стен не ведется. Ну, это способно со строительным процессом? Из этого я делаю вывод, что может так случиться внезапно, что у того же вместе с нами что-то произойдет. А, то есть вы думаете, что они умышленно убрали внутренние конструкции, чтобы стены пришли в такое аварийное состояние? Я не знаю, умышленно ли это делается. Вот это мне как раз неизвестно. Я только констатирую, что если выламывать внутренние конструкции, а наружные стены не укреплять, то наружные стены однажды почувствуют себя плохо. И тогда можно будет с печалью констатировать, что они не выдержали реконструкции, можно их разобрать, построить все заново, а предмет охраны нам позволяет тому, что окна будут те же. Наташа, а можно философского характера вопрос, а потом вернемся к деталям и к конкретному. Вот, смотрите, неспроста же вы вот этот перечень печальный для москвичей. Гостиница «Москва», «Военторг», сейчас вот «Детский мир». Мы можем этот список продолжать очень долго и очень много. Скажите, а за всеми этими, так сказать, за всеми этими актами вандализма по отношению к историческому наследию, может, там какой-то злоумышленник конкретный, система законодательная, мир Чистогана, который заставляет, так сказать, и просто создает такую атмосферу и ситуацию, когда это выгодно делать. Кто это, человек или эта ситуация? Почему? Выгода конкретные, конечные бенефициары, у всех этих проектов, конечно, были разные. Это были крупные прилужковские девелоперы. То есть это не какой-то злоумышленник, который пытается извести нас. Нет, там не сидел никакой папаша Скрудж, который занимался тем, что полномерно уничтожал нашу столицу. Это такой многоголовый и собирательный папаша Скрудж, у которого были хорошие отношения с администрацией Юрия Михайловича Лужкова. Поэтому все эти типичные лужковские проекты, они носят на себе печать некоторых стандартных решений. Но тут уже больше года как мэром нашего города не является Юрий Михайлович, и сняли его со скандалом и с обвинениями в том, что он уничтожал наше культурное наследие в том числе. А вот смотрите, совершенно лужковский проект в чистом виде живет и побеждает. Но пока же это только предположение и опасение даже в большей степени, нежели пока все, так сказать... Да, видите ли, нет, потому что насчет стен это предположение опасения, а вот насчет предмета охраны, который не охраняет ничего, это медицинский факт. И мы пытаемся убедить правительство Москвы, что нужно срочно изменить предмет охраны. Расширить этот список. Расширить его, включить туда то, что действительно ценно. А компания ГАУС Девелопмент на перегонки с нами разбирает срочно это здание изнутри, чтобы там не осталось ничего такого, что мы захотели бы сохранять. И когда придут охранники здания сохранять, а где здания нету? Ну, в интернете на самом деле справедливости ради есть фотографии, сейчас даже найду их, покажу. Кто-то из блогеров фотографировал достаточно подробно. Да, да. Ну, здание действительно в аварийном состоянии. Ну, я так понимаю, что на глаз оно в аварийном состоянии. Вот именно. Я так понимаю, извините, вы меня поправите, что блогеров и журналистов туда вводят специально, чтобы показать, что здание в аварийном состоянии, чтобы обосновать как раз снос стен, для чего-то блогеры заодно аффилированы. Это часть, нет, не аффилированные, блогеры люди доверчивые. Вот когда вас, вы же не строитель, наверное, да? Строитель. Ну, я строитель, поэтому я эту тему зацепил. Хорошо, вы молчите, значит, на вас эксперимент ставить не будем. Ставим эксперимент на типичном москвиче. Что вы думаете, когда видите страшную трещину? Вы же пугаетесь, правда? Скажите, там эти трещины. Ну, страшно? Там кулак пролезает. Смотри, когда я вижу несущую колонну, которая осыпается и выглядит достаточно ненадежно. Ужасно. Ужасно. А вы считали, сколько таких колонн в этом здании? Нет, нет. Семь? Вот, ну, там сотни. Сотни. Нет, ну, их же не избыточно ставят. А, ну вот, собственно, это трещина. Вот, видите, какая ужасная трещина. Юрий Васильев, да, блогер, который разместил фотографии, которой мы пользуемся, да, журналист «Радио Свободы». Ну, трещина. К этой трещине компания вводит журналистов, блогеров, фотографов, телевизионщиков. Все вокруг разобрано, а трещина до сих пор на кадре стоит. Да, и к ней вводят, суют в нее руку и говорят, смотрите, это аварийное состояние. Друзья мои, это не аварийное состояние, это трещина. Для того, чтобы понять, есть в этом здании аварийное состояние или нет аварийного состояния, нужно видеть не одну трещину, во-первых. А во-вторых, нужно быть все-таки специалистом. Сейчас, секунду, а у нас есть еще фотографию? Покажите, пожалуйста, дальше. Ну, вот, собственно, на продолжение. Вот это она же самая и есть, да. То есть в этом здании есть проблемы, вот одна из них. Там есть еще и другие проблемы. Нам удалось раздобыть заключение экспертное. Да, ну, это интересно. Которое делало завод ряда холдинг. Вот, причем оно его делало по заказу самой той компании, которая ведет эту реконструкцию. И в этом заключении подробнейшим образом перечислено, где у этого здания какие проблемы. Где у него трещина, где у него осадки, где у него отмокание, где у него ржавчина. В общем, много у него проблем. Старое здание, 55 лет ему в этом году исполняется, кстати сказать, юбилей. У старых зданий бывают проблемы, это нормально. У поведников архитектуры вообще зачастую проблемы, они старые. Но в этом экспертном заключении не написано, что эти проблемы фатальны. Вы знаете, что детские... Там есть некие рекомендации, да. Там рекомендации. Укрепить, заменить некоторые конструкции можно, инъектировать где-то, укрепить разными способами. Если ты хочешь сохранить, ты сохранишь. Вот Большой театр совсем недавно сохранили. Он старше, у него были хуже проблемы. Под него подвели фундаментную плиту, и вся строительная отрасль страшно гордилась, потому что это была очень сложная операция, ее сделали. Но, подождите, реконструкция Большого театра стоила миллиард долларов. Стоит ли Большой детский мир таких денег? Даже не везетский мир. Ну, мягко выражаясь, не все эти деньги пошли, собственно, на реконструкцию и укрепление Большого театра. Ну, просто подвести плиту под здание, это достаточно дорого. Да нет, подождите, речи вообще нет. Что значит, стоит ли это здание Большой театр, может, стоит миллиард долларов, но его же не продают. Эти деньги, потраченные на реконструкцию, они никак не отобьются, чтобы вы понимали. Это проект государства. Они никогда и никак не отобьются, и не должны отбиваться. Это проект государства, ты правильно сказал. А это проект не государства. Почему? А это объект культурного наследия? Это частная компания, которая очень сильно задолжала банку ВТБ, и сейчас этот объект находится в залоге у ВТБ. Поскольку банк ВТБ, как любой вообще банк, не имеет права владеть непрофильными активами, его за это больно наказывает Центробанк. То ВТБ сразу же заявил о том, что он владеть этим зданием не собирается. Он его продаст сразу, как только это станет возможным. Но в таком состоянии, естественно, здание никому не нужно, и они его должны сделать. А вопрос, а каким образом здание пришло в такое состояние? Вот когда его в 2008 году закрывали, оно такое было? В 2008 году там были посетители, там была общая акционирование. Там были правы по голове. Началось с того, что на фундаменте изначально для двухэтажного здания построили здоровое большое. Поэтому общий фундамент, это же тоже некие порнологические соображения. Про фундаменты вообще страшно интересно. Дело в том, что там на Лубянской площади есть еще одно здание, которое стоит на двух фундаментах. Мы его все знаем. Это главное здание ФСБ. Потому что мы привыкли считать, что это единое здание, потому что у него один фасад. На самом деле это два исторических дома. Они старше, чем детский мир. Их два, и у каждого из них свой фундамент. Стоит на двух фундаментах. Ребята, давайте смотреть. Мы сейчас детали, и в частности, рискуем. Но будучи не строителями, мы будем дилетантские вопросы Наташа Дурацкий, она будет нам подробно, как больным, отвечать. Поэтому я предлагаю сейчас, на самом деле, в течение минуты-полутора какое-то режиме дать вот всей этой ситуации. Давайте фотографии. Давайте, пожалуйста. Наталья принесла фотографии. Поэтому, собственно, пустите, пожалуйста, на плазму, друзья. Это вот, собственно, элементы отделки внутренней, которые не подпадают... Это вот то, что уже сейчас уничтожено. Это архитектор Душкин, выдающийся советский архитектор, который очень хорошо умел строить, в том числе и на сложных грунтах, кстати сказать. Архитектор Душкин придумал эту штуку специально для этого здания. Называется это детский ордер. Это в римский ордер вписаны детские игрушки. Это символ победы. Это послевоенное здание. Так, а это за то, как выглядел детский мир? Вот так выглядел в последнюю неделю своей работы центральный зал детского мира. А покажи, как предположительно он должен выглядеть. Там есть компьютерная модель. Друзья. Давай, давай, давай. Дальше, дальше. Вот так. Вот у меня, когда я вижу эту фотографию, у меня возникает вопрос. Если здание по закону об охране, как это называется? Культурного наследия. Культурного наследия. Культурного наследия. Должно выполнять ту же функцию, как и до реконструкции. Соответственно, вот эти сколько там этажей? Шесть, пять? Сверху еще три. Еще три. Ну, пять этажей, да? То есть все пять этажей торгуют детскими игрушками? Да. Невезетно игрушками. Ну, одежда и пешком. Это что за сумасшедший дом? Это отдельная смешная история. Потому что представители этой компании разъезжали по миру и изучали торговлю детскими товарами. Вернулись и рассказали с необычайной гордостью, что самый большой магазин детских товаров, обнаруженный им в мире, оказался площадью 24 тысячи квадратных метров. А мы построим 74 тысячи квадратных метров. Со всего мира изумленные люди будут приезжать к нам за колясками, и делать будут удачить родителей. Нет, у меня возникает другой вопрос. А значит ли это, что хозяева и менеджеры самого большого детского магазина в мире в три раза глупее, чем менеджеры вот этого магазина, который будет в три раза больше? Они, наверное, не догадались, что можно построить магазин в три раза больше и торговать там детскими товарами? Есть в этом, знаете, какая-то странность. Это же является объектом охраны, поэтому в любом случае по закону там будут продавать что-то, связанное с детством, радостью и юночеством. Вот я боюсь, что через некоторое время нам с печалью сообщат, что при всем непреодолимом желании торговать там детскими товарами, наполнить 74 тысячи квадратных метров ими не получается никак. А значит? А значит, со слезой и с печалью придется допустить туда торговлю какими-то недетскими товарами. К чему, собственно говоря, все это дело и велось. Сказано, Наталья, есть ряд опасений и предположений, может быть, опирающихся на какую-то практику других объектов в нашей стране. Есть четкие факты того, что мы уже потеряли. Давай просто подведем некий итог. Итог, на самом деле, Наташа подвела. Она, так сказать, вполне себе недвусмысленно заявила об опасениях Артнадзора, и ее, в частности, и нас, наверное, тоже. Но все это надо делать. Да, в будущем. А, ну, стоп, подождите, секунду. Для этого у нас есть в программе специальное место, ладно? Так, Наталья Самовер, координатор общественного движения Артнадзор. Я вас говорю, беседу была, потому что невозможно оторваться. Ужасно интересно и ужасно печально в то же время. Что надо делать? Очень просто. Прежде всего, нужно остановить то, что там сейчас происходит. Остановить разрушение. Принять расширенный предмет охраны. Взять под охрану то, что в этом детском мире действительно ценное, что составляет его лицо и его память. Там же уже ничего не осталось. Из того, что осталось. Там много осталось, и там можно восстановить то, что утрачено. А затем пересмотреть проект. Вот проект разрушения заменить на проект восстановления. Лечить вот эти все больные конструкции. Если нужно что-то заменять, значит что-то заменять. Но сохраняя здание, имея целью сохранить здание. И после этого мы получим подлинный исторический универмаг. Дорогую историческую недвижимость, а не фальшап под названием детский мир. Это обращение к кому? Обращение к Москва? Банку ВТБ, к департаменту, к компании системы ГАЛСК, к президенту Медведеву, к премьеру Путину, ко всем, кому дурно детский мир. Есть только экономические соображения. К ним обращаться совершенно бедно, я считаю. Они руководствуются законами, разрешениями и экономическими соображениями. Надо обращаться ко всем, кто может осознать, что сейчас происходит. Они-то не москвичи, им пофигу. Я так думаю, человек к ним обращался. Народепартамент все-таки, я думаю, Наташа. Ну, да? Прозвучало? О, прозвучало. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Наташа. До встречи в нашей программе «Слово». Спасибо. Надеюсь, что у вас ждет. Спасибо. До свидания.